Здравствуйте! Это Факты мнения. В Краевом государственном юридическом бюро 30 августа пройдет День открытых дверей. Жители гостя Кубанской столицы смогут получить бесплатные консультации по правовым вопросам. День открытых дверей приурочен ко Дню знаний. В приеме граждан примут участие представители Государственного юридического бюро Краснодарского края, Правового департамента Краевой администрации, Министерства труда и социального развития Кубани, Регионального отделения Ассоциации юристов России, Пенсионного фонда, Федеральной службы судебных приставов и Нотариальной палаты края. Кто может рассчитывать на помощь экспертов, какие вопросы чаще приходится решать и в каком из районов Кубани юристы проведут бесплатную консультацию в ближайшее время. Поговорим об этом с Мариной Кочмаревой, начальником организационно-просветительского отдела Госюрбюро Краснодарского края. Марина Валерьевна, я вас приветствую. Итак, мы заявили тему День открытых дверей. Не первый раз, не только в августе это будет организовано. Вот каким образом Госюрбюро Краснодарского края составляет вообще график таких акций? Как это происходит? Добрый день. График проведения Дней открытых дверей составляется, исходя из количества поступивших обращений граждан, а также они приурочены к памятным и значимым датам. Сколько вообще в этом году уже вы провели подобных Дней открытых дверей? Я могу сказать, что достаточно большое количество, они проходят всегда на ура, потому что именно в эти дни любой обратившийся гражданин может получить бесплатную юридическую помощь. Одна из последних дат, которым была приурочена такая встреча с юристами, это был День узников фашизма, по-моему, да? Как именно вот эти даты выбираются и почему на них падает выбор? Ну, еще раз повторюсь, эти даты выбираются, то есть те значимые и даты, которые в принципе и есть, да? То есть это День узников концлагерей, День Конституции Российской Федерации. И завтрашний день открытых дверей будет приурочен ко Дню Знаний. Значит ли это, что вот будет задана определенная тематика уже обращений, разговоров, то есть что касается, допустим, предыдущих встреч и завтра, должны ли вопросы касаться только там, не знаю, организации учебного процесса? Как это по вашей практике бывает обычно? В День открытых дверей гражданин может обратиться, любой желающий, гражданин может обратиться по любому вопросу правового характера, абсолютно независимо. То есть любой вопрос может задать гражданин правового характера. Специалист Госюрбуро Краснодарского края, 30 августа, какое количество посетителей ожидают, какой ажиотаж это вызовет, уже имея определенный опыт таких встреч? Я могу сказать, что ажиотаж вообще посещения нашего учреждения, граждан, он всегда есть. Но основной поток приходится на последние числа августа и до начала лета. То есть это примерно среднее количество граждан до 60 человек. День открытых дверей где будет происходить? Во сколько можно уже приходить на прием к специалистам Госюрбюро Краснодарского края? Со скольки? Да, День открытых дверей уже Госюрбюро Краснодарского края откроет свои двери уже завтра, 30 августа. Он будет проходить в Краснодаре по адресу улица Октябрьская, 68, 3 этаж, с 9 до 16 часов. Как показывает практика, когда больше очередь к вам, к вашим специалистам выстраивается с утра, как раз с 9, как только двери распахнутся, либо к обеду и позже к вечеру? Как показывает практика, да, обычно граждане приходят с самого утра и тогда, конечно, ажиотаж приходится на первую половину дня. Если итожить день открытых дверей, вот именно с 9 до финала, да, какое количество посещений фиксируют ваши специалисты именно в такие акции? В среднем в день это 60 человек. Это только в городе Краснодаре в среднем. А вот если можно, какая категория более активна жителей края? Это люди старшего поколения, студенты, родители детей? С чем обращаются бизнесмены, какой-то средний возраст? С такой статистики нет. То есть это может быть и старшее поколение, это могут быть и студенты. По вашим наблюдениям, да. Да, конечно же, старшее поколение, студенты часто обращаются, мамочки обращаются. То есть и по различным вопросам, по различной тематике обращаются в этот день. Ну, вы сказали, что есть различная тематика. Давайте все-таки уточним. Наверняка ваши специалисты все-таки выделяют какой-то хит-парад вопросов, так скажем, да. Топ самых популярных, часто задаваемых, интересуемых. С какими историями, проблематикой обращаются в Госюрбюро Краснодарского края и в день открытых дверей, и не только, в обычные будни? Что касается дней открытых дверей, достаточно распространенная тема – это нарушение прав потребителей. То есть очень много вопросов, касающихся нарушения прав потребителей. Один из примеров можно привести, когда гражданин обратился, приобрел некачественный товар, телевизор, и когда он уже хотел сдать этот телевизор обратно в ту компанию, где он его приобрел, ему денежные средства не возвратили. А по какой причине? Чем мотивировали отказ? Просто нагло отказали гражданину, ничем не мотивируя. Сказали, что вот такая ситуация. И с этим вопросом человек обратился в Госюрбюро, да? Да, он обратился гражданин в наше учреждение, Государственное юридическое бюро, и наши юристы помогли ему разобраться в этой ситуации. Но вообще это типичный случай для специалистов в Госюрбюро Краснодарского края? Вообще... Сфера услуг, я имею в виду, и потребителей. Вообще, в соответствии с федеральным законом о бесплатной юридической помощи на территории Российской Федерации в сфере прав потребителей – это нетипичный случай. Но опять-таки, повторюсь, что гражданин обратился именно в день открытых дверей. А вообще, для какой категории граждан Госюрбюро работает? В соответствии с законом федеральным 324 о бесплатной юридической помощи на территории Российской Федерации, а также в соответствии с законом Краснодарского края о юридической помощи на территории Краснодарского края, всего определено 18 категорий граждан. Можно выделить такие категории граждан, выделяя, потому что достаточно часто обращаются к нам, это инвалиды первой и второй группы, малоимущие граждане, многодетные семьи, ветераны Великой Отечественной войны, граждане, достигшие 80-летнего возраста, то есть и так далее. Достаточно огромная, хочу сказать, категория граждан. Вот вы привели пример с покупкой телевизора, это скорее исключение, чем правило, да, но все же, раз есть такие обращения, может быть, стоит напомнить, как вести себя потребителю, что касается документации, что необходимо сохранять, бдительность в чем проявлять, чтобы потом можно было с вашей помощью, с помощью экспертов Госюрбюро Краснодарского края, положительно для себя решить те или иные проблемы. Эти вопросы, в принципе, если вдруг возникли такие вопросы у граждан, они могут завтра задать на дне открытых дверей, у них будет такая возможность уникальная. Обязательно, но те, кто сейчас нас смотрит, давайте... Все-таки совет всегда сохранять документы, делать копии чеков по максимуму, то есть сохранять все документы, которые были выданы. Что кроме чека? Гарантийные талоны? Гарантийные талоны, договоры различные, то есть все, что предоставляет организация, где был приобретен товар. По срокам есть какие-то для потребителей, раз уж мы немножко коснулись, что касается товаров различных, какой срок должен пройти, чтобы можно было рассчитывать еще на возврат какой-то? Ну, опять-таки, это, конечно, вопросы узкого профиля. Можно с этими вопросами обратиться в организации, касающиеся защиты прав потребителей, ответят на все эти вопросы. Ну, давайте по работе Госъюрбюро поговорим. Как показывает статистика, которую вы наверняка ведете, в каком месяце больше наблюдается наплыв желающих пообщаться с юристами бесплатно? Вообще, имеет значение сезонность для ваших сотрудников? Однозначно скажу, что сезонность имеет значение. Но наплыв граждан у нас, конечно же, он каждодневный. Ну, если посмотреть опять-таки статистику, то начиная с последних чисел августа, это как раз-таки примерно к первому сентября, и до начала лета поток граждан, которые желают получить юридическую консультацию бесплатную, достаточно большой. То есть лето мы выделим, да, скорее? Я бы скорее всего сказала не лето, а осень-зима. Осень-зима. Осень-зима, да. И завтра, и вообще, что касается Дней открытых дверей, какое количество специалистов обычно задействовано в проведении Дня открытых дверей? Что касается Дня открытых дверей, завтра он пройдет очень достаточно... В расширенном составе. В расширенном составе. В расширенном составе, я сейчас объясню. Помимо юристов Юридического бюро Краснодарского края, также в Дни открытых дверей примут представители из Министерства труда и социального развития Краснодарского края, также примут участие адвокаты, также примут участие представители нотариальной палаты Краснодарского края, также примут участие Федеральная служба судебных приставов, а также Пенсионный фонд Российской Федерации. Почему так впервые вы решили большим таким усилить, так сказать, помощь вашу? На площадке Юридического бюро, то есть по адресу улица Октябрьская, 68, это впервые. Но такой День открытых дверей, он уже в таким составом, он проходит уже не в первый раз. Буквально несколько месяцев назад на базе библиотеки имени Пушкина проходила подобный День открытых дверей. Раз вы усиливаете состав разными ведомствами и службами, то каков характер обращений и вопросов обычно бывает, что касается земельных отношений, имущественных, неправильно юридически оформленных документов. Поясните вот в этом ключе. Я бы сказала, скорее всего, больше вопросов, связанных с исполнительным производством. Часто возникают вопросы, связанные с перерасчетом размера пенсии. Почему, собственно говоря, и мы пригласили участников на проведение круглого стола. А также касаются вопросов наследования имущества. Вот таким образом. Если так случится, что кто-то не сможет посетить День открытых дверей именно в Краснодаре, как развита сеть филиалов по Краснодарскому краю, Госюрбюро, в каких муниципалитетах есть? Помимо города Краснодара, также в восьми муниципальных образованиях существуют обособленные подразделения Государственного юридического бюро Краснодарского края. В каких? Да, это город Армавир, город Горячий Ключ, город Ейск, станица Кущевская, город Тихорецк, город Тимошевск, город Тимрюк, а также город Сочи. Чем было обусловлено открытие филиалов именно в этих территориях? Во-первых, это расположенность на карте. Все они расположены относительно... Далеко друг от друга. Да, поэтому вот таким вот кустовым методом они были распределены, чтобы специалист оказывал юридическую помощь на месте. Достаточно ли нам восьми филиалов, чтобы охватить и отвечать на все запросы граждан в Краснодарском крае? Или вот прорабатывается вопрос расширения сети? Мы всегда в тесном контакте с правовым департаментом администрации Краснодарского края. Мы всегда разрабатываем и решаем в скорейшем будущем возможное расширение обособленных подразделений на территории Краснодарского края. Ну а пока мы выезжаем в муниципальное образование оказывать бесплатную юридическую помощь. Вот вы сказали о выездных таких консультациях. Давайте тогда поясним, в ближайшее время в какой муниципалитет или район собираются эксперты Госюрбюро Краснодарского края? Буквально завтра также, помимо дня открытых дверей, выездной день оказания бесплатной юридической помощи состоится в Успенском районе. Благодарю вас за то, что вы сегодня с нами. В программе «Факты. Мнения» была Марина Кочмарева, начальник Организационно-просветительского отдела Госюрбюро Краснодарского края. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok